Вот, предположим, приходит мой внук и говорит, а у него по полосочке такие нарисованы цветные, кисточка. Какой у меня хороший рисунок, подходит он к деду. Он говорит, молодец, хороший. Это вот к тому, как поспите, как вот качество характера. Хороший, не замечаю. Молодец, красиво нарисовал. Он, и он подсказывает, он говорит, я первый раз в жизни рисовал краской. О, ты первый раз в жизни рисовал краской, да так хорошо. И он, это недостаточно. Он идет к следующему родителю, я наблюдаю, к маме. Говорит, я первый раз в жизни рисовал, но я здесь нарисовал ленточки. То есть, дед не спросил, что именно нарисовал. Он подсказывает, я нарисовал здесь ленточки. Она, ой, какие ленточки, молодец. Опять что-то не хватает, потому что он идет к папе. И папа говорит. И он ему подсказывает опять, что ленточки, что вот так. А папа говорит, да, ленточки. А мне нравится вот эта больше всех ленточка, она такая ровненькая. Да, потому что эта ленточка, как у Наташки. Я когда вырасту, я на ней женюсь. И он вздохнув, облегченно идет играть в игрушку. Похвалили как надо. То есть, они нас прощают, они нам подсказывают, идите за ними, наблюдайте за ними. И все, и все, относитесь как к людям, и создавайте пространство любви. И все. Субтитры создавал DimaTorzok